Доброе утро, дорогие зрители, с вами ЕБМ, еще больше минералов на Twitch-канале Disgustingman.com Павел Болоцкий Ну типа держу, ну ладно же Ну окей Я тебе не... Я тебе не... Рифи... Пизанская башня Это фигня, которая у Лизанская, это я должен вот так вот ставить Да-да-да, я типа вот так Захар Бочаров И мы начинаем, сегодня пятница, последний день нашей передачи Мы больше никогда не увидим в эфир, ха-ха Ха-ха, затроллился Нет-нет-нет Уйдем на выходные, как всегда, но сегодня расскажем вам о главных событиях, которые произошли в игровой индустрии за... Не только в развлекательной индустрии, за вчерашний день Все работает, но бывают фризы, видать, из-за твича На твич мы повлиять не в силах, поэтому... Нет, иногда проскакивают, я смотрю, иногда изредка проскакивают дропы, но вроде пока все в порядке Ну, если твич косячит, то мы с этим ничего не можем сделать Переходим сразу к новостям Да Не очень много, я даже не знаю по поводу чего мы будем возгорать Но не обязательно возгорать, главное оповестить Мы здесь Только ради того, чтобы возгорать Я играю ради победы Я играю ради возгораний Я играю ради возгораний Погнали, нам все равно, одной строкой или почему вас должно это волновать, не знаю, но пускай будет Sony продала 65 тысяч консолей PS4 Pro в Японии за стартовые 4 дня Фиг знает, хорошая эта цифра или нет Вообще, на самом деле, кажутся довольно скромными 65 тысяч? 65 тысяч, ну, соу-соу За 4 дня неплохо, но и немного, нифига 16 ноября, во время прямой трансляции, разработчики студии Atlus объявили о переносе игры Persona 5 в Европе О переносе релиза с февраля на 4 апреля объявил пиар-менеджер компании Джон Хардин Хардин Как его? Господи, как зовут актера-то? Том Харди В качестве извинений пользователи получат озвучку на английском и японском языках Sorry, sorry А фанаты Persona, они первым делом зайдут в меню и переключат озвучку с английского на японский Потому что играют настоящие поклонники японской культуры Которые на английском озвучке, они просто расстегивают ширинку и писают И, короче, извинения так себе, но чё поделать? Мы не в силах на это повлиять, да, поэтому, ну ладно Значит, теперь в апреле поиграем в Persona 5 Когда японцы на тот момент уже наиграются в неё практически год Но нам не впервые терпеть В Швеции открыли горячую линию для женщин, уставших от снисходительного тона мужчин Что? В Швеции открыли горячую линию, я так понимаю, телефонную Типа, мадмазель, пошёл нахер, урод! Я же еще уставших от снисходительного тона мужчин Ты как со мной обращаешься? Звонит такая Бей меня по лицу, бей меня по лицу! Со мной общаются слишком снисходительным Ну, ну, зайчик, ну ты чего? Ну, не обижайся Ну, не обижайся Ну, ладно тебе, ну, зайка, ну не надо Ну, зови меня шлюхой Господи Ладно, Швеция, на самом деле, без шуток, страна с одним из самых высоких уровней жизни Поэтому там люди могут, у них, ну, в отличии, допустим, от России Где создание дружины кибер-казаков Это явно не для решения самой насущной проблемы несвободы в интернете Или, наоборот, излишней свободы в интернете То в Швеции проблема, там, не знаю, снисходительного общения Снисходительного тона в отношении женщины Она действительно может быть одной из немногих оставшихся Поэтому, как бы, хер бы с ним Очень занятно Да, странная фигня Очень занятно Основной блок у нас начинается с осады С осады Сегодня игроки, да, точнее, вообще вчера Игроки в Том Клэнсе Rainbow Six осада Отправятся на штурм японского небоскреба Компания Ubisoft опубликовала новый трейлер 4-го дополнения Operation Red Crow Для тактического шутера Том Клэнсе Rainbow Six осада Показали и новую карту, и новых оперативников, и дату релиза DLC И она станет доступна уже вчера И напомним, что игрокам предстоит столкнуться друг с другом на карте небоскреб И располагающейся над улицами японского города Нагоя И авторы отметили, что при создании локации Старались одновременно исследовать традиции японской архитектуры И добавить много современных элементов Новыми оперативниками станут Эхо и Кибана Из подразделения САД Первый относится к группе защиты И имеет в своем арсенале разведбой Йокай По-японски Демон Способный создавать сверхзвуковой импульс Девушка-оперативник эффективна в бою на ограниченном пространстве А ее гранатомет X-Kairos способен пробивать даже самые толстые стены Стоит отметить, что недавно разработчики объявили о том, что продолжат поддерживать Клэнсис Рэнбол СССР Еще на протяжении целого года Ну Нагоя На комментарий Ну Нагоя По поводу того, что можно всегда дальше Блин, ну уже тусовочка для своих Реально, те, кто покупает этот дел Кот шпилят Нет Даже больше Не факт Тут понимаешь еще в чем Фишка в том, что ты этих оперативников в целом можешь и бесплатно получить Если ты накопишь огромное количество внутрь игрового кача Да, если ты будешь часто играть, ты можешь их и бесплатно по сути получить По 25 тысяч они, по-моему, стоят Мне кажется, новички не станут этим запариваться, не правда, Илья? Ну, типа, зачем им новые оперативники, когда они старых еще вообще не изучили? Ну, интересно Скорее возьмут кого-то из бесплатно Ну, обычно все новое, это интересно Из бесплатно Вон, смотрю, у него пулемет Ну, карта мне, кстати, нравилась Толка Карта мне нравится У нас есть инсайд от Ивана Урганта Нет От дизайнера игромании Вот, потому что он большой фанат Rainbow Six И есть инсайд, что будет еще одна карта в этом месяце Ее добавят где-то в середине Оказывается, в игре, в режиме, по-моему, испытаний Есть карта, которая не попала в общий пул карт Вот, они ее пилили, 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 пилили Балансировали, балансировали И вот есть информация, что в этом месяце Она где-то в середине месяца ее тоже Университет А шлютливы, стирайте информацию от дизайнера игромании То есть не от компании Ubisoft Ну, ну и что? Ну, ну, он из ванна Ну, типа того Ну, просто Просто для верификации информации Имейте ввиду, что она откуда-то из интернета Она не… не… Нет Это достоянно Мы верим Ване Ване надо верить Ну, короче так Иначе он нарисует на вас фотошоп, и вы опозоритесь в интернете. На пикабу, выйдите на первую страницу. Два доната есть. Зритель написал за 100 рублей. Закупился Titanfall, теперь буду в отпуск. Теперь... А, теперь бы в отпуск. Блин, очень забавная история случилась с... Был разговор Криса... Как его зовут-то? Я боюсь сейчас ошибиться в фамилии, дайте мне секунду. Пока ты ее секунду держишь. Я читаю второй донат за 110 рублей. Мурковаз пишет. Я еще не играл в Fallout 4, Ведьмак 3, Dark Souls 3, Bloodborne. Где взять время? Махер, ты тут сидишь вообще. Иди, играй в Ведьмак 3, Bloodborne. Можешь параллельно, кстати, включить Bloodborne, Ведьмак, Dark Souls 3. Ты что, ты в самый сок не играл вообще? Ты понимаешь, что мы говорим вообще? Мы друг друга понимаем точно. Но спасибо за донат большое. Винс Зампелло. По-моему, не попала новость в сегодняшний выпуск. Винс Зампелло? Это глава Respawn Entertainment, которым разрабатывали Titanfall и Titanfall 2. И недавно брали интервью у них с представителем Electronic Arts. И в целом он довольно прохладно высказывался по поводу того, как издатель поступил со вторым Titanfall. И в конце представитель EA сказал, что означает, что мы очень довольны этим франшизой. На что Зампелло сказал, whatever the fuck that means. Типа, какого бы хера это не значило. Ну, то есть, закончить его фразу. Но не то, что не сильно дружеская такая перепалочка случилась. Да, но тем не менее забавно. Вы это отдали или нет? Нет. Это код или номер? Я не знаю. Просто, я кажется, стоит, да. На всякий случай. Но никто не спалил. Спасибо. До этого момента. Да я не видно все равно. Ну да. Ну просто знаешь, на всякий случай, а то сдвинешь коробку, ну... Не, но код-то все равно... Это же Xbox-дисковая версия. Xbox! Это, скорее всего, не код, а типа... Номер. Да, эксклюзивный. Ну вот. All Hail! Мы уже втяжемся. The New Empress. Ну я-то не видел. Ты всегда вот так вот делил на Колдвин. О-о-о-о. И Джесс Эмин Колдвин. Блин, вот это красиво. Это я прям буду на столом повесить. Какая мама была у Эмиля. Неудивительно, что Корво не сдержался. Ладно. Погнали дальше. Sam Lake интригует. Remedy обещает показать трейлер новой игры. Возможно, это Alan Wake 2. Нет. Это точно не Alan Wake 2. Студия Remedy Entertainment показала тизер со сценаристом Sam Lake. Вообще-то, он еще и креативный директор в главной роли. В косовом конце ролика разработчики обещали скорее представить трейлер новой игры. О чем идет речь, остается загадкой. Я помню, компания Remedy как-то садилась на Video Game Awards и показывала трейлер какой-то мобильной игры про кораблики. Там, где еще был гашеный чувак из комьюнити, который отвратительно провел эту церемонию. Он реально был, наверное, под марихуаной или под, не знаю, под воздействием каких-то разжижающих кровь веществ. В конце ролика мы обещали, да, поскорее представить новый трейлер игры. В целом, это нарезка Sam Lake, Sam Lake, Sam Lake, new trailer coming soon. В общем, думаю, речь идет о VGA, который пройдет в начале декабря. Там обычно происходят последние в году анонсы крупных проектов. И я думаю, игра от Remedy вполне может попасть в эту обойму. Этим летом стало известно, что Remedy Entertainment работает над сюжетной компанией онлайнного шутера Crossfire 2. Кроме того, студия разрабатывает еще одну игру, название которой остается неизвестно. Предыдущая игра Remedy Entertainment, это приключенческий экшен Quantum Break, который вышел в апреле на Xbox One и ПК. И вот сейчас, когда хайп уля... ну, немного, как сказать, улякся. Узнай, что будет сегодня. Я хочу сказать, что Quantum Break... ну, на семь с половиной игра. Ну, то есть, скажем так, не было бы хайпа, была бы, ну, неплохая игра. Полмиллиона. Ну, так себе. Полмиллиона сильно так себе. Ну, причем на ПК... На долю ПК приходит 10 тысяч. 10 тысяч. Ну, это физическая копия, то есть, надо понимать, что в цифре основные продажи были. Давай дальше конопатить эту бумажку. Давай. Я уже вчера ее конопатила. Ну, я вижу, она законопатчена. Законопатчена немного. То есть, продажи весьма и весьма, весьма скромные. Если честно, вот я большой поклонник творчества Remedy, играл во все их игры. Алан Уэйк оставил в конечном итоге в памяти более приятные впечатления. У него продажи миллион четыреста тысяч копий. И Майкрософт считает это провалом, поэтому не дает делать вторую часть, собственно. Quantum Break, то есть, получается, вообще имиджевый проект оказался для студии. К сожалению, основные фишки не вытянули. Сериал не особо влияет на сюжетную линию. Сюжетные повороты довольно предсказуемы. Сериал не напрягает, но он просто как огромные катсцены. То есть, никакой синергии между двумя частями нету. Сам геймплей в перестрелках неплох, с использованием временных способностей. Платформенные части никакие. Ну, в общем... Как какая-то сюжетная история. Quantum Break, конечно, состоялся. А как игра, я вот не уверен, что его запомнят надолго. И он уже вышел в Стиме. И, наверное, сейчас на новогодней распродаже можно будет купить его рублей за 250-300. Это, наверное, адекватная цена, которую стоит отдавать за эту игру. Штучная работа по-прежнему. Remedy вложила душу, но, конечно, немного не сплоховала. Они не сплоховали, не схалтурили. Они просто слишком перехайпили, мне кажется. Это само собой, но это вина Microsoft, которая пиарила это как один из своих поставных эксклюзивов. Еще незадолго до релиза переехал на ПК. Ну, хочется сказать, что Remedy надо апгрейдиться. Их подходы к тому, как они выстраивают геймплей, как они выстраивают геймдизайн, они, к сожалению, стареют. И только истории остаются вполне себе интересными. А вот в плане игр, может быть, поменьше экспериментов, побольше нанять двух-трех топовых геймдизайнеров из других студий, и вполне может получиться настоящий хит. На Steam Spy говорят, что 56К продажа. Кстати, действительно, мы можем использовать Steam Spy для того, чтобы замерять продажи игры в Steam. Почему тут больше зрителей, чем на Игромании? Сегодня еще довольно мало зрителей, дорогой мой друг, потому что тут, наверное, просто кому-то интереснее. Когда на Твиче будет трансляция Game Awards, мы пока что не знаем, но оповестим вас об этом, и наверняка будем транслировать вместе с периодом и так далее и тому подобное. У нас эффект Андромеда представит оба пола каждой расы. Андромеда! За некоторым исключением. У некоторых три пола представят. Ну, кстати, если мы имеем дело с Electronic Arts... Да, расширяем граммки дозволенного. Креативный директор Mass Effect Андромеда Мак Уолтерс только что подтвердил... Прям вот только что, прямо сейчас звонил нам такой, в смс-ке, точнее, написал парню, в телеграме написал, и смайлик поставил. Только что подтвердил чрезвычайно важную деталь, чрезвычайно важную деталь относительно расы в игре. Его спросили, будут ли в новой игре представлены оба пола присутствующих рас, и ответом было «Да». Прям как будто заповедь какой-то в библии читая. И спросили его журналисты, будут ли расы-две. И ответил Мак Уолтерс, да. По словам Уолтерса, это было одно из решений, принятых в самом начале разработки. Сидят на собеседнике... Так, нам надо придумывать... Ты бы трахнул Крогана, если ты был другим Кроганом. Нам надо придумывать новую игру. И первый же такой... Там будет две раз? Да, будет. Все. Раз ты будет больше? Да. Полов будет. Ну, в смысле, да. Будет два по две. Я смогу трахнуть Крогана? Да, сможешь. Два пола. Да, да, да. Разрабатываем, Мирзабычка. Да, мы будем работать над этим. А, это как, знаешь, это картинка, а-ля там... На собеседовании сядет два чувачка, схематично нарисовано. Да, да, да. А как бы вы улучшили массы век Тандромеда? Два пола для каждой расы. Вы приняты. Байоэ. Все представленные расы в игре будут продемонстрированы обоими полами, за исключением паркета. Кстати, Азари. Вот, и тут и написано. За исключением Азари, потому что они синие однополые шишки. Поскольку это однополая раса. В Андромеде открыли горячую линию для снисходительного общения с Азарием. Быть может, одна из новых рас также будет однополой, но, по крайней мере, вы уже можете быть уверены в присутствии турианок или саларианок. Больше новостей о масс-эффектах Андромеде в нашем хабе Шазу. Не знаю, что бы это значило. В нашем хабе Шазу. В рехабе Шазу. Мурковаз прислал нам еще Сатэн. Мурковаз? Да. Мне тут подсказали вариант, как найти время на игры. Можно просто не спать. Элементарно. Я пробовал так себе историю. Не работай. Да. Все равно спишь. Игры плавно перетекают в сон. Я помню твой рассказ про то, как ты поиграл в какую-то игру, ты положил ее на полочку и заснул. Сейчас я поиграю. Да, блин, это какой-то свежий релиз причем. Что-то прям вообще недавнее. Типа Uncharted что ли? Нет, Uncharted мне пришлось пройти за поем за два дня, для того, чтобы рецензию успеть написать. Я об этом не жалею. Это были прекрасные майские вообще в моей жизни. По многим причинам Uncharted был из них одной. Но, да-да-да, часто бывает такое, после работы устаешь, так берешь новую игру там, причем барыг там ищешь, за два дня выкупаешь там и так далее, кладешь на полку, и она лежит еще неделю. И ты такой через неделю распаковываешь, а потом такой, блин, надо написать пару писем, и она еще неделю лежит распакованной. Постоянно такое бывает. По поводу масс-эффекта. Больше всяких фишек никому никогда не мешало. Игра в открытом мире, в космосе, масштабная, крутая, продуманная. Если будет по две расы, если будет больше, не знаю, там, чего, секса, разнообразия цветов кожи, галактик, планет, опасности и так далее, тем лучше. Ради бога, я только за. Поэтому я считаю, эта новость крайне позитивной. Новый ролик продемонстрировал кооператив в игре Dead Rising 4. Когда вы уже думали, что, и я тоже, что хорошие игры в этом году, наверное, уже плюс-минус закончились, тут компания Microsoft спешит намекнуть, что... Ну, четвертая часть Dead Rising 4 еще не подходит. Смотри, тут Шафутинский есть. Мафия 3, слева девочка из Life is Strange, потом потерянный в альтернативной вселенной брат Паши Блондин и вернувшаяся с русского марша девочка марша, да, выросшая одиннадцатая. Портал IG облекал запись геймплея кооперативного режима Dead Rising 4, в котором четверо игроков выполняют различные миссии и получают за это награды. Миссии варьируются от зачистить и локацию до гонок на машинах и битв с различными боссами. Одна проблема, миссии будут отдельными и не будут иметь никакого отношения к сюжетной кампании. Слава богу, потому что когда игру не заточена для кооператива, начинает пихать кооператив, получается Assassin's Creed Unity. Ну, Assassin's Creed Unity там тоже, условно говоря, отдельные миссии, но, короче, не надо этого делать. Либо игра затачивается под кооп, либо это одиночное приключение, а кооп отдельным режимом. Все правильно сделали. Компанию можно проходить только в гордом одиночестве. Dead Rising 4 выйдет 6 декабря 2016 года на ПК и Xbox One. Не плохо. Не плохо. Ну, в игре вернется Фрэнк Уэст, там будет густая новогодняя атмосфера, и в целом все ролики выглядят очень бодро. Просто Dead Rising 3 была довольно сомнительной, но, по-моему, там, наверное, наконопатили с экспериментами. И это был такой первый камешек в огород Next Gen, поэтому неудивительно. Но, в целом, в целом все круто, и ждем релиза 6 декабря на Xbox One и о персональных компьютерах. Давай двинемся дальше. Ну, так себе. Ты не играл в Dead Rising, наверное? Нет, я играл, я в том смысле, что кооперативный режим как-то, не знаю. Ну, именно кооператив, возможно, тут не очень нужен, но на самом деле... Не, он нужен просто в открытом мире. Если бы он был, было бы хорошо. А он, получается, типа, на какие-то... На какие-то задачи надо выполнять, типа, очков набей, вот это вот... Очков мне набей, пес. Ну, это... Ну, сама игра, она в полу-открытом мире. То есть, у тебя есть торговый центр, и ты там можешь делать все, что... Новость, которую, на самом деле, можно выкинуть, потому что ее вставлял, наверное, Алик. Безостановочный экшен в новом трейлере The Dwarf Game. Yes, Dwarfes. Dwarfes. Застави новогоднюю атмосферу. Сталерно. Студия King Art Games выложила небольшой геймплейный трейлер фэнтезийной и тактической ролевой игры The Dwarfes. Гномы. Дворфы. Гномы. Есть люди, которые считают, что... Ну, точнее, не считают, что, а уверены, что гномы и дворфы — это совершенно разные люди. Я думаю, они излечиваются, как только имеют секс с особью противоположного пола. Наверное. Ну, в смысле, так глубоко закапываться, что дворфы и гномы... Блин, простите, если кто-то глубоко увлекается темой в бороду дворфа, но для меня гномы и дворфы — это типа одно и то же, а дворфы на английском — это гном. В нем разработчики рассказали об особенностях игры. Игроки смогут выбрать одного из 15 персонажей, каждый из них обладает определенными навыками. Каждый из них — гном. Оооо. Ты тоже гном? Гном. Навыками, которые вам необходимо умело использовать в бою. Сюжет основан на первой книге из цикла романов «Гномы» немецкого писателя Маркуса Хайфеникса. Да. Кстати, принимающего активное участие в работе над игрой. Он придумывает квесты и новых персонажей. Дворфес выйдет на БК-плассе 4 Xbox One 1 декабря. Это Dragon Age 4? Да. Это Dragon Age 4? Только с гномами. Гном на английском. Гном. Ну все, 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 все. Я спровоцировал дворфа срач. Я на... У гномов нет бород. И я навлек на себя гнев... Гномей. От толкинистов. Гнов ты, а не гнев. Все, мне хана. Мне хана. Гномы — это смурфики, а дворфы — это гимли. Дворф — это скорее карлик. Ой, нет, 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 нет. Все, ребята, извините, я был неправ. Вы правы. Дворфы и гномы — это разные расы. Пожалуйста, пощадите. Давайте двинемся дальше. Сказал тебе. Для FIFA 18 вышел второй патч с небольшими изменениями. Пожалуйста, давайте про FIFA поговорим. И Письку Месси уменьшили. И Письку Месси, да. Но никто так или иначе об этом не узнает. На сайте DTF появилась новость. Что? Гномы тебя атаковали. Все, дворфы уже в языке. Вбивают топоры в мою спину. 16 ноября PS4 версия футбольного симулятора FIFA 17 получила второе обновление. Пользователи ПК и Xbox One смогли скачать файл на день раньше. Патч вносит некоторые косметические функциональные изменения в игровой процесс. Я же говорил. Визуальные изменения. Более точные модели некоторых игроков. Возможно, то, что... Все сходится. Возможно. Общие визуальные изменения изображения. Исправлена проблема с отображением комплекта форм в меню. Исправлена проблема, из-за которой падла частота кадров во время предматчевой тренировки. Испанские зрители теперь аутентично празднуют забитый гол. Самое важное изменение. Испанские. Русские зрители теперь аутентично празднуют забитый гол. Водка. Это как они? Мат и водка. Когда меня папа в 10 лет... С медведем. Или в 12 привел на футбол, он сидел с лицом... В крайне офигевшим. Типа такая... Да-да-да-да-да-да. Аутентичный весь стадион. И знаешь, они начинают бить друг друга. Все падают кубарем, вываливаются на поле и так далее. Вот, и он был в шоке, потому что кругом стоял мат-перемат, и люди бухали вообще просто беземестно. Не, я один раз сходил. Матч был ЦСКА-Амкард, а ЦСКА выиграл 3-1. Давай. Ну что? Я один раз сходил. А, я один раз сходил на ЦСКА-Мольда, по-моему. Играли, 5-0 выиграли. Ну там так спокойненько было. Неинтересно, мне не очень понравилось. Без движунки. Никто не отлавал кресло и ни хрена чем твой затылок. Такого точно. А ты пришел драться такой. Весь матч такой стоял вдаль. Ты пришел драться, а вокруг тебя семейные люди. Да-да-да. Лидят попкорную и сосисочку. У женщин такие, знаешь, коконы из полотенец на голове. Ты дарсовс какой-то. Мужчина в майке алкашки такой с пивасом. Ребенок уроки делает, параллельно играет в футбол. Ладно, окей. Испанские зрители аутентично празднуют забитый гол. Исправлена проблема, из-за которой форма судьи могла совпадать с формой игроков. Я прочитал «совладать». Совладать. Битва формы судьи. Как это Ганнибал Лектор. Завязанные руки и маска на лице. Что творит Лионель Месси? Почему от него идет пена? Изменение режима профи. Характеристика чутье доступна всем проигрокам. Перенос процесса прогресса из FIFA 16 теперь верно открывает доступ к пассивным умениям. Исправлена ошибка, из-за которой игрок получал чрезмерно много очков опыта. И все-таки, ну блин. Изменение режима «История». Добавлены языки озвучки для Германии, Франции, Италии, Испании и Мексики. Изменения, да блин, сколько их. Не так уж и много. Изменение Ultimate Team увеличило стабильность работы онлайн-режимов. Участники форумов Electronic Arts оценили новый патч. И говорят, что управление также стало намного отзывчивее. Футбольный симулятор FIFA 17 вышел 27 сентября 2016 года. Игра работает на новом движке Frostbite. А среди режимов впервые появилась сюжетная кампания. Обошла по продажам на 13% прошлую часть. И, я думаю, также можно зачитать лучшие материалы на сайте dtf.ru. Популярная. Стратегия казаки. У нас есть новость про нее. А, 20 сентября. Уже очень давняя. Давай лучше донаты. Ладно, да. Давайте лучше донаты. Леон Патт закидывает Сатран. Видимо, тебе лично резинку трусов. Так, пока Арика нету, Захар. Захар, я твой фанат номер один. Ты лучший. Ты неповторимый. Подпиши мне футболку и отправь по почте. Блин, ты так это прошел, что я осознащался. Ладно, спасибо. Рационала присылает еще Сатан. Просьбы. Что сосуд чемпиона. Помнишь, что это реклама? Блин. Чупа-чуп. Да-да-да. Блин. Блин, блин, блин. Блин. Тайм-коды для YouTube и стримы на тему game development. Тайм-коды у нас сейчас уже начинают появляться. У нас прописывает один из наших фанатов, Дмитрий Голосов. Вроде да. Большое ему за это спасибо. Не останавливайся. У меня проблемы. Ты так. Не останавливайся. Да, давай, Дима. Давай, Дима. Тайм-коды. Конец. Блин, дурацкая привычность себя гладить во время эфира. Ладно, я от нее откажусь. А по поводу стримы, по поводу game development, это типа разрабатывать игры, что ли? В прямом эфире? Ну, не знаю, вряд ли сможем. Но мы можем кого-нибудь приглашать, кто может. Не мы. И последний. Да, давай. Дональд Трамп нам прислал сатен. Спасибо большое за сатен, да, а небольшая проблема с конвертацией, да. Ну ладно. Ой, ладно. Что ты? Горячие донаты. Проплакался. Горячие донаты. Я засмущался. Я же стихняш. Гладь Пашу. Отлично, не надо. Финансовый директор Electronic Arts заявил, что компания разрабатывает игры для современных ПК. Он только сейчас узнал. Ой, а не Battlefield-то на ПК? А кто, кто эти люди вот там в стеклянной коробке? Они разрабатывают игры для современных ПК. Интересно. Надо сообщить в Твиттер. Спасибо. Индустрия-то, может, не знает? Уволены. Расстрелять. Да, да. Финансовый директор издательства... А это Respawn Entertainment. Делает пасть для этого. И сам Пэлл такой, бля. Что за фигня? Не, он заходит, знаешь, а утром заходит такой в... Кто здесь игры для ПК разрабатывает? Для современных, что ли? Ко мне в кабинет поговорим с тобой. Что-то современными играми для ПК запахло. Ладно. В общем, финансовый директор издательства Electronic Arts рассказал, что изначально компания разрабатывает игры, исходя из характеристик современных ПК, и лишь потом переносит проекты на консоли. Во время технологической конференции UBS... Вот это вообще откровение просто. Финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсон поведал о подходе издательства к производству игр. В первую очередь компания разрабатывает проекты, исходя из характеристик топовых ПК, и только после этого снижает системные требования до конца. Снижает... Сейчас, знаешь, пока боярик такие... Да! Снижай! 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 Снижай требования! Ради консолей! Ниже! А-а-а! Я победил! Консоли не тянутся! Он такой, я представляю, как школьник сидит, такой вскакивает. Я говорил! Я говорил! Да! Консоли не виноваты! Тормозят развитие игровой индустрии. За игры надо платить! Вообще тон. Он пекарь. Этот чувак просто пекарь. Это заглоген Габена. Он хайл стим говорит время от времени до... Дегу из доукру. Это продиктовано затратами из-за смены консольных поколений. Electronic Arts уже перевела все свои игры на движок. В офшоры. Что позволит... В консольный офшор. Да. Что позволит при выходе новых игровых систем внести изменения лишь в одну... Новую игровую систему. В России, по-моему, так консоль должна быть. Nintendo Switch. В СССР. Новая игровая система. Новая игровая система. Электроника 2. Лови яйца. Она будет... HD. И S1. Игровая система. Игровая. Да, да, да. Точно. И реально это будет, ну, погоди, с цветной границей. Среди танка из... Чугунная консоль такая. Чтобы не перегревалась. Чугунная консоль. Лишь в одну группу программного обеспечения, а не обновлять множество приложений. Таким образом, издателю не придется инвестировать средства в разработку новых технологий, когда выйдут консоли следующего поколения. Также на конференции UBS, Йоргенсен... USB. USB. Здесь. Стопительная такая. USB. Конференция UBS. Спасибо, это все. USB. Ой, мы извлекли небезопасность. Беда небезопасность. Никто не выходит, никто не выходит. Мы небезопасны. Спецназ. Люди-то не... Также на конференции UBS Йоргенсен ответил на критику относительно выбора даты релиза Titanfall 2. Он заявил, что компания верит в долгосрочные продажи игры, поэтому первые результаты не критичны. Но, да, у него было заявление, типа, какая разница... Как продаются игры. На старте. Мы все равно этими деньгами жопу подтирали. Да, мы верим в перспективы. Типа, надо выпускаем DLC, в который вы не будете играть. Ой. Ладно, Electronic Arts. Ладно, спасибо, что накинула на вентилятор. Без тебя этот выпуск был бы очень скучным. Ну, игры разрабатываются на ПК, как правило, а потом портируются на консоли. Даже если игра заточена, к примеру, под PlayStation 4, она все равно разрабатывается на ПК, а потом запускается на PlayStation 4. Ну, не всегда. Иногда девкиты подключены, и разработка идет непосредственно... Нет, ну понятно, нет, но разработка идет в любом случае. Скажи так, он на ПК, но... Тестируется тут же на девките. Но есть компании, которые свои игры, условно говоря, затачивают под... К примеру, PlayStation 4, потом портируют на Xbox One и ПК. Электроникарсты, типа, делают сначала для ПК, потом нерфы для консолей. Пока Battlefield 1 выглядит охренительно, мне вообще, если честно, насрать. И Titanfall, по-моему, чуть ли не на 60 кадров. Откровение от Leather Heart за 101 рубль. Эльфы, евреи обрезают уши. Но только Тирейни там, мне кажется. Эльфы-евреи, забитая, потому что обрезают уши. Нет, эльфы-евреи обрезают уши. Это просто фан-факт. Окей. Типа, приходят, а ему обрезают уши. Окей, гномы-евреи обрезают бороду. Нет, гномы-евреи. Дворфы-евреи. Не-евреи. А почему эльфы-евреи? Потому что они обрезают... Эльфы-евреи очень арийские, между прочим. За исключением больших ушей. Ну да. Окей. Да. Надо будет об этом подумать. Немного Евгеники. По ушному признаку. После эфира. Ну, там было много измерений, которые способствовали определению расы. Ладно, не суть. After Firewatch. Выглядит ограни... Выглядит... Выглядит изумительно. Выглядит ограниченно. After Firewatch сегодня выглядит... Хидео Кодзима сегодня выглядит как лапушка. Посмотрите, пожалуйста. Выглядит ограниченно. After Firewatch выпустит ограниченное дисковое издание игры. Студия Кампо Санто рассказала, что планирует выпустить... Звучит как название отеля. Выпустить атмосферное приключение Firewatch на физических носителях. Божь, надзор! Божь, надзор! Правда, тираж будет ограничен. Около 10 тысяч. Божь, надзор! И выйдет только на консоли PlayStation 4. Божь, надзор! Мы выбрали именно такое издание, потому что с ним легко работать. Потому что просто сиди на своей вышке. Берем диск и кладем в синюю коробку. Все готово. Как это легко. Просто. I have a disc, I have a box. Ммм, Firewatch. Мы предлагаем честную сделку, но, наверное, заботимся. 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 Честную сделку. Да. Немного честных сделок. И такой зампел, ну прекратите. Заявил сооснователь студии Шон Ванаман. Ванаман. Ванамас. В упаковке владельцев дисков с игрой ждет та самая карта, с которой ни на секунду не расставался главный герой игры. Да ладно, расставался. Отойди, отойди. Не трожь карту. Не трожь. Дата выхода граничного издания Firewatch будет объявлена позже, но разработчики уверяют, что до конца этого года чудо случится. Обложка очень красивая. Симпатично, да. Правда, главный герой как большевик. Большевик. О, Люшка. Ну такой, вот это, с советским плакатом пахнет это. Да нет, от этой обложки. Мне интересно, сколько в итоге продастся в... Да это уже так. Ну интересно, просто интересно. Десять тысяч, они живут после десять тысяч. Десять тысяч и продадут. Ну как это те, кто Джоанни купил на диске. Ну да, ладно. Просто для того, чтобы было. Я, кстати, купил, у меня с ebay не доехало. Я поставил продавцу одну звезду. Такая вот грустная история. Отправил ему письмо от Сианида. Отправил ему какашку, да. С сибирской язвы. С сибирской какашкой. Надеюсь, бизнес идет хорошо. Мразь. Тогда и зарплата была поменьше. Да. Microsoft готовится к черной пятнице. Это картинка, сейчас ее видно. Да. Персонаж, который обнимает Xbox One, очень похож на Филиппа Проне, который с нами танцевал на Just Dance. Да, возможно, это он и есть. Да, мне тоже так кажется. Будем верить. А, да, у нас есть комментарии от Гордона Фреймана за 100 рублей. Давай. Прослушаем. Да. Да, хороший комментарий от Гордона Фреймана. Компания Microsoft напомнила видеоролики о распродажах в канун Черной Пятницы. С 18 по 28 ноября 2016 года, если вы вдруг потерялись во времени, сейчас 2016 год, можно будет приобрести игры, консоли и прочие товары в магазине Xbox Store со скидками в 40-57%. Обладатели подписки Xbox Live Gold первым получат доступ к аукционным товарам и дополнительно могут сэкономить еще 10%. По традиции, в период действия акций, первое приобретение золотого статуса обойдется новым подписчикам Xbox Live всего в 1 доллар. Охренительно! А, блин, у меня уже был голд. Блин, период? Да, 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 да. Ладно, да. Да. Это тем, кто новый. Новые подписчики. Ну, то есть это вообще... Вообще ок. Это хорошо. Ну, и все. Дальше ролик идут игры. Всякие. FIFA, Overwatch, колда и всякое такое. Блин, ладно. Ну, ждем ответного хода от Sony. Когда в Steam'е черные пятны? По-моему, с 28-го, что ли, ноября. Мне бы что-то казалось. Я точно не знаю. Я думаю, ближе к делу мы это озвучим обязательно в эфире. И когда в PlayStation Network я тоже пока что не знаю. И тоже это будет озвучено в прямом эфире, но чуточку попозже. Сейчас уберите детей от экранов. С 18-го по 28-го ноября. То есть сегодня стартовал. Надо заглянуть в Xbox Live. Я хочу себе купить и перепроектировать Dead Redemption. Вам советую сделать то же самое, если вы не играли в Dead Redemption. Купите и перепроедите. И еще масс-эффекты. Потому что скоро уходит Андромеда. И надо знать, что к чему. Да. И новость. Уберите впечатлительных. Рубрика Енисы. Рубрика Енисы. Рубрика Енисы. Да, новость реально такая. Типа на 18-го. Но вообще о ней уже рассказывал Ян. Еще во времена игромании. Да, но тогда это было... На E3. Это было иначе. Ну, примерно то же самое. Это было иначе. Но у нас стоит плашка, типа, подтвердить. Я даже... Да, стоит, но я даже не буду. Ну, хорошо. Вы сами найдете все. Инди-издательство Devolver Digital, известное многими хитами, такими как Sirius M3, The Talos Principle, Hotline Miami, Shadow Warrior, выпустило новый релиз, созданный разработчиками Broforce. И он, пожалуй, затмит все, что выходило раньше. И он посвящен тому, что своим вниманием не может обделить ни один человек. Пенисом и анусом. Да. Фехтование на гениталиях, называет это Сергей Целюрик. В Genital Jousting каждый игрок управляет пенисом, у которого есть яички и анус. И более ничего. Помимо пенетрирования друг друга, восьмерим участникам состязания будут предлагаться и другие задания. Игра может удовлетворить до восьмерых человек на одном диване, как пишут разработчики. Но в ней есть и онлайн, и мультиплеер. Так что, если у вас нет никаких препятствий перед тем, чтобы начать стратегически пенетерировать своих друзей. Genital Jousting вышла в ранний доступ к Steam, ранний доступ к пенетрации. И стоит она... Сейчас скажу вам, сколько это счастье вам обойдется. Открыл страницу, потерял новость. Да вон у тебя подкрыл страницу. Рубрика Ениса. Нет, у меня теперь там открыто генитальное фехтование. Игра для ПК-шников. 129 рублей. Вообще копейки. Это то самое, да, о чем я думаю? Да. В общем, там пенисы и санусы. Заходите в Steam и ищите Genital... Джастинг. Джастинг, да. Я думаю, она уже на главной есть. Я думаю, ее скоро забанят. Я думаю, вам стоит поспешить. Я не думаю, что игру забанят, но, возможно, на Твиче ее не разрешат, как бы. Ну, не разрешат ее. Просто не разрешат. На Твиче ее уже зараняли. Да? Да, уже нельзя. Ну, такое. Ну, типа, по идее, наверное, по замыслу должно быть весело. Ну, скорее всего, оно весело. Ну, просто как такое, вот, типа... У нас есть куча пиписик со странной физикой. Кто-то же это разрабатывал, кто-то впаривал, сделал все это, прописывал физическую модель. И ролики Юзи сразу идут в рекомендованных. Я бы не стал за это платить. Мне кажется, такое надо бесплатно выпускать. 129 рублей. Ну, один фиг. Вот из-за этого, как бы, они на этом и наживаются. О, игра про письки за 129 рублей. Ну, да. Звучу немного, как Ханжан. Мне кажется, такую игру идеально дарить на 23 февраля. Или на 8 марта. Прятать код в носках. Другалям своим. Другалям. Ага, с 8 марта тебя, папа. Вот тебе игра про письки. Возьми этот код на игру про письки. Не, ну ты просто в Твиче. Я не знаю. В Стиме же можно подать. Не знаю. Как-то я не впечатлен. Не впечатлен. Не, просто забавно. Концепция прикольная. Но мне кажется, это даже лучше, чем игра про то, как ты сырешь на чуваков. На диване. С балкона. Там совсем все плохо было сделано. Фенесамус, да. Поехали дальше. У нас следующая новость про Тамбовского волка, который стал символом Нового года в России. Вот вы не знали, живете в России? Может быть, не в России, но если вы живете в России, знайте, что символ Нового года в России – это Тамбовский волк. Новогодняя столица России – Тамбов. И тут волчара такой. Как твоё лицо, когда укусил зубочок. Какая шкала сжатия по Тамбову. По Тамбову. Символом Нового года в России официально утвержден Тамбовский волк. Об этом сообщает сайт «Блокнот». Логотип, который нарисовала местная художница Ольга Соловьёва, имеет форму медали с рамкой из снежины. Спасибо, мы имеем глаза и можем рассмотреть сами этот логотип. Может, у кого-то стоит экономия трафика. У него вместо этого сейчас просто квадрат белый. В нём красный крест. В общем, логотип, который нарисован с рамкой снежинок и украшен лентой триколора. Сам волк, как отметили в администрации Тамбовской области, получился дружелюбным. Знаешь, у меня такое ощущение, что он собирается... Такое ощущение, что он собирается... Ольга, ну как, ну как? Ну получилось дружелюбно. Как-то дружелюбно. Довольно дружелюбно. Я не знаю, у него лицо, как будто он собирается бабос отжать у меня. То есть, типа, пацан, есть мобила позвонить? В России? У многих такое лицо. Нет, у этого волка он хитрый. Он не выглядит дружелюбно. Он хитро выглядит. Он выглядит обгашенным, растерянным, только что проснувшимся, недоумённым. Он не выглядит дружелюбным. Улыбаешься, такой типо. Улыбаешься, чтобы собаки улыбались. Ну это не собака, это волк. Знаешь, почему волк, это собака? Собака это прирученный волк. У них не совсем. Собака это домашний волк. Нет. Волк это собака. Собака это волк. Но это работает в обе стороны. Но это долгие... Долгое время приручений и эволюции, понимаешь? Все-таки волки... Волков обсуждаем интенсивнее, чем пенис. Что-то пошло не так. Укуренный тузик. Тут дальше есть, дальше описание. Он улыбается, как бы приглашает туристов на многочисленные... Знаешь, если бы меня... Что-то не так с... У нас будет запись. Ладно, хорошо. Я бы как бы сомневался в... Я бы не стал подходить к приглашающим меня куда-то волку. Тамбовский волк? Это сомнительно. Тамбовский волк тебе товарищ. Да, да, да. Вот она здесь такая, что из семьи типа не лезь. Ты-то куда лезешь? Тамбовский волк. Да, такой себе. Ну, блин, прямую речь себе почитал. Он улыбается, как бы приглашая туристов на многочисленные праздники в новогоднюю столицу, заявили чиновник. Тамбов, новогодняя столица России. Ивановая молодежная столица мира. Да, да, да. 10 декабря в городе установят 5-метровую ледяную скульптуру волка. Тамбовского волка выбрали в качестве новогоднего талисмана, поскольку Тамбов станет столицей праздника в этом году. До этого городами ответственными за отмечание Нового года были Казань, Владимир, Вологда и... Сортовало. Вот из-за сортовало? То вот твоя... Твой НГ в 2012-м был полным говном. Они просто плохо постарались. Сортовало. Шпроты были протухшими, салат слишком жёстким, а Путин в телевизоре слишком жёлтым. Оскорбляешь всех сортовалчан. Сортовалчан. Не обижайтесь сортовалчан. А если был бы волк из сортовала, он бы был сортовалский волк. Сортовалский. Ортоварский. Сортовал. Да. В 2017-м году эстафета перейдёт в Ханты-Мансийск. К Ханты-Мансийску. Спонсор нашей Ньюхи... Ой, это у меня только Ньюхи. Спонсор нашей ВНГ это Ханты-Мансийск. Да. Ханты-Мансийский Новый Год. Добро пожаловать в ад. Давай про стартап этой недели. Бургер Кинге... Этой новости день, но она затрахала невероятно. Да. Аж плююсь. Затрахала невероятно. В Бургер Кинге появился Русиана. Да. Твою мать. Бургер Кинг, пожалуйста, попустись. Надо немного охладить Трахани. Стоит сказать, что не только. Избавить обороты. Сеть ресторанов быстрого питания Бургер Кинг обострилась и последовала рекомендациям российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Переименовала кофе Американа в Русиана. Кстати, это неправда. Я не успел вникнуть в детали, но... Не переменовала. Нет, Медведева просто это приписали по ошибке. Я видел буквально заголовок на Ти-Джей, где это было написано, но подробности пока не знаю. Накануне на заседании Евразийского межправительственного совета Медведев предложил переменовать Американа в Русиана, поскольку Американа звучит неполиткорректно. Бургер Кинг прислушался к совету премьер-министра и переменовал кофе Американа. Уже сегодня в части ресторанов появился кофе Русиана по демократичной цене в 49 рублей. Вспоминаю сразу вот эту вот какавушку, знаешь, из столовки. В грязных стаканах. Которая половникам. Да, 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 из огромной алюминиевой кастрюли Баба Глаша, которая потом тебе через три урока продаст пиццу за 10 рублей. И так, ваша Русиана готова, мистер Нодопинг. Наслаждайтесь жижей. При этом кофе Американа, как следует из данных в интернете, в меню сети фастфуда стоит 70 рублей. Спасибо тебе, Дональд. Видишь, как мы со всей душой к тебе. Придумали Депресса, Капутино и Ватте. Капутино и Ватте. О, господи, 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 Россия. Моразматина. Да, Россия. Эксперимент с Русиана продлится две недели, однако, если покупатели проявят к нему интерес, кофе останется в меню, обещают компании. Бургер Ким, остановись. Уволь этого человека, который складывает тебе факи из наггетсов, который пишет, смотри, не обострись, который красного джигурду с этим бургером и что-то говорит из серии, там, вы обосрётесь или вы сгорите, я уже не помню. Вы просто обосрётесь. Вы просто обосрётесь. Вы сейчас обосрётесь. Гордо оговорились. Ну, хватит это делать, это глупо, это нелепо. Это как поздравить вот это Тарам-Трампам, вот это вот Винни-Пух, вот в Инстаграме. Ааа, просто! Ну, вообще, ну что это? Ранее Русиана включил в меню один из баров Екатеринбурга, приименовав также все неполиткорректные позиции в меню на наши русские патриотичные. Знаешь, о чем это пахнет? Надписью на двери магазина. Из-за санкции Обаме нельзя сговорить. Да, я вчера об этом говорил. Да, конечно, вот чувак и... Обама вот приезжает прям в пимзу на сайте твои подъезды и идёт вот прям в секонд-хенд. И вот нельзя зайти туда. Да, он такой, чёрт. Ну, обосраться такой, чёрт! Как же так, проклятые русские. Пойду у них лампочку выкручу, да, в подъезде. И носу, вдобавок, ко всему. Но это так глупо, это вот так пахнет каким-то дорогими играми для современных ПК. Ну, что просто невозможно. Послушайте. Виски Джек Даниллс, стиль называется Жора Денисов. Виски Американ Хани, сладкая Россия. Стейк Нью-Йорк, Воронеж. Коктейль Линчбург Лимонад, саратовский лимонад. Коктейль Джек-н-Кола, Жора и Квас. Нью-Йорк Саур, кислая Перм. Кислая Перм. Кислая Перм, это название для гей-муви. Это название для Final Fantasy 15, чувак. Точно. Кислая Перм 15. Надеюсь, студия, которая поздно-отзор сделала, переведет Final Fantasy. Причем Перм, ты сам понимаешь, да? Это как бы еще и немного филологически сочетается с другим словом. Я изначально только в отчетном подумал. Да, 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 кислая Перм. Блин, жесть. Коктейль Манхэттем. Представляешь, заказываешь стакан кислой Перми. Коктейль Манхэттем называется Марина Роща. Коктейль Бронкса в меню значится как Бирюлёва О. Я через Бронкса. Из Восточного Бронкса. Коктейль Б-52 как Су-34. Вы просто трахнулись в голову, ребят. Ну правда, ну что это такое? Это просто анрелли. Все это, Обама Чмо на клееном стекле. Это трудно. Или когда меня особенно бесило, когда спасибо деду... А, нет, спасибо деду за победу, или этот... Ну как это? Типа трофейный, да? Типа на машине, типа трофейный. Это наклеено там на каком-нибудь... На десятке, блин. Да, 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 да. Ну это мусор с помойки ты притащил. Вот это вот надо, вот это вот надо выжимать, реально. Ну это полный бред. Ребят, это испанский стыд и кислая пермь вообще. Надо рубрику сделать, кислая пермь. Ну все, запомни. Я с новостью уродска. Ну блин, просто дичь, просто лютая дичь. Хуже, чем пеницы, пенетрирующие друг к другу, реально. Реально. Просто пипец. Просто пипец. Следующая новость, кислые пермь. Да, да. Уже из-за рубежа. Селфи в каждой бутылке. Кока-кола выпустила селфи-ботл. Но это уже наука и техника. Нет, это кислые пермь. По-прежнему. По-прежнему кислые пермь. Пермь по-прежнему кислая. Как там дела в перми, по-прежнему кислит. По-прежнему кисловато. У нас просто было очень... Вот у меня в институте был очень неприятный андогруппник. Я, по-моему, уже рассказывал. Все его называли кислые пермь. Потому что он типа ходил с кислой рожей. Кока-кола думает о будущем и шагает в ногу со временем. Иначе как еще объяснить тот факт, что компания выпустила бутылку, которая позволяет делать селфи? Тут реклама пошла. Данный агрегат активируется, когда вы поднимаете бутылку на 70 градусов вверх, делая съемку вашего счастливого лица в момент поглощения холодного напитка. Вот так это выглядит. И сейчас шутка для понимающих. А теперь представь, что это бутылочка с дырочкой. Ваше счастливое лицо в момент поглощения любимого напитка. Блин, ребята, у всех были в жизни случаи, когда ты случайно включаешь фронталку и видишь там такие щи, что твоя пермь скисает. И момент, когда... Женщина. Момент, когда твоя пермь сегодня не накрашена. Когда ты поднимаешь бутылку для того, чтобы сделать глоток, и съеживаешь свой фейс, трубочки губы складываешь, чтобы принять в себя эту колу, это не лучший момент, чтобы... Особенно, если ты свежую колу открываешь, она как газинистая такая. Да, 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 еще обливаешься, может быть, немного такой жгуришься, вот у тебя вот эта перекошенная юблишка, и в этот момент сделать селфи – это не лучшее решение вообще. Ну вот они считают, что когда ты пьешь Coca-Cola, ты типа сейчас максимально... Я думаю, они очень удивятся. ...время для... Еще это, конечно, огромное пространство для фотошопа, но я об этом... Мне кажется, что все-таки это дело не в бутылке, а это какая-то насадка на бутылку. Насадка на бутылку, конечно, вот этот как его... По задумке кампании, получившийся снимок можно выкладывать в Instagram, Snapchat и Facebook. Единственное, что во всей этой истории удивляет, так это тот факт, что Coca-Cola не придумала какого-нибудь хэштега для такого действа. Но думается, любители селфи и сами справятся. Вообще этого нахер не надо любителям селфи. Любители селфи делают 500 селфи, и потом убирают из них одно. И выкладывают, и все-таки, господи, какая ты симпатяшка, как-то-то-то-то-то. Никто не будет делать на сапог. Там еще разрешение, небось, 0,3 мегапикселей, короче, вообще, да. Достали фотокамеру из старых китайских смартфонов. Но странное, в пищевой индустрии случаются какие-то пертурбации странные, вот реально. Стоит отвернуться! Стоит отвернуться, и сапог для селфи, и кислая вера. А где там, в каком Екатеринбурге? А нет. Где это случилось? Да. Да, давайте еще раз озвучим, ладно. Важно знать, как он. А где это? Это было после гениталии, да? Нет. В Бургер Кинге, там, где появился Русиано, сейчас давайте, ладно. Заслужили, реально заслужили. Один из баров Екатеринбурга. Олег Чемде сегодня отправится на разведку, и расскажет нам, в каком баре можно... Нужен экспресс-обзор на кислый пермь, по-любому. Нью-Йорк Сауэр коктейль, да, назывался. Нью-Йорк Сауэр. А, в одном из баров еще. Называется Виски Сауэр, это, кстати, вкусный коктейль, сам по себе. Это Виски с газировочкой. Окей. Ну вот, как бы, кислая перми, это кислая перми. Калашот. Калашот. Селфи пинерс. И только гугл-няшечки во всей этой ситуации. Да. Потому что создали виртуальную землю. Они молодцы. Да. Сервис Google Earth обзавелся поддержкой устройств виртуальной реальности HTC Vive. Теперь с помощью шлема можно путешествовать по самым отдаленным территориям, любоваться городами, подниматься на высочайшие вершины и даже отправиться в космос, чтобы взглянуть на землю свысока. Приложение Google Earth VR доступно бесплатно в магазине Steam. На данный момент с помощью Google Earth VR можно посетить почти 197 миллионов квадратных миль земных территорий. И на все это посмотреть. Google Планета Земля называется. Вышло 10 лет назад. Это приложение и с тех пор было загружено около 2 миллиардов раз. А версии для других шлемов виртуальной реальности, включая PlayStation VR, пока что не сообщается. И есть красивый ролик, который позволяет... Да, и там еще можно пультиком типа солнца, ну типа на закате можно сделать. Да, да, там есть дополнительные опции. Сменить время суток. Можно побывать в Венеции, вот Assassin's Creed 2. На душевой можно заглядеть. Можно побывать в Нью-Йорке, да, можно заглянуть в душевую к вашей подруге. Можно на Эйфелеву башню высадиться. Заглянуть в душевую подругу и увидеть там вашего... Друг. ...вашего друга. Можно посмотреть на Колизей, на каналы Венеции. И все это как бы... Колизей, Колизей. Это радость для нас. Да, очки виртуальной реальности. Прокатись на нас. И мне нравятся вообще такие темы. Прикольно. Если бы был VR, я бы обязательно... У кого есть. Я бы обязательно скачал, и бесплатно это отлично. Для тех, у кого кислые перьмы. Новый трейлер второго сезона The Man in the High Hustle. Hustle, 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 Hustle. В сети появился трейлер второго сезона сериала Человек в Высоком Замке, или как это так? Человек в Высоком Замке, я бы не сиял, сейчас про него немного расскажу. Который выходит в стриминговом сервисе Amazon. Ты как последний ретард фоткаешь экран монитора. Да. Сюжет The Man in the High Castle основан на... На-на. Основан на-на-романе. Ай-на-на-на-на-романе. Филипп М.К. Дико не рассказывает альтернативную историю, где нацисты и японцы одержали победу во Второй мировой войне. Охренительный сериал, там очень много... И установили свою диктатуру. Забавного нацистского вайба. Ну, в смысле такого. Ну... Премьера второго сезона состоится 16 декабря, то есть уже состоит... Как Вольфенштейн, например. Вот. С этим сравняем, пожалуй. И там зигуют, если что. Если вы любите смотреть на зигующих... Не, ну там вообще вся атрибутика нацистская в полном составе, но... Никто из нас не одобряет нацистов, вы не думаете. Ни в коей мере. Просто... И победу тоже их не одобряют. Как какой-то сеттинг, да. И то, что сейчас есть какие-то... Это нездорово и неправильно с точки зрения гуманизма. И люди, которым это симпатично, с ними, наверное, психически что-то не так. Но как сеттинг... Как исторический, в первую очередь. Ну, даже и как сеттинг, и как... А что бы было бы, если... Альтернативная история, да. Там шансон, кстати. Всегда это привлекает. Там тоже говорят, я соло, я рейх из май. Да-да-да, типа того. Сам сериал по себе снят очень красиво. Очень много интересных ситуаций. Это Лариса, что ли? А? А, нет, похоже. Очень много вот этих вот людей в костюмах, а-ля под СС и так далее. Ну, короче, именно посмотреть интересно. Ну, даже шрифт почти как этот. Как Ульфенштейн. Как Ульфенштейн. Ну, само по себе очень приятно снятый и смонтированный интересный сериал, про который немногие знают. Вдобавок, это по роману дико, поэтому как бы, ну... Человека в высоком замке. Человек в высоком замке, да. Да. Попробуйте, возможно, вам понравится. Если понравится, то это прям такое, знаете, слегка изысканное удовольствие, как Мэдмэнов, например, посмотреть. Там, не знаю, с бокальчиком виски. Вот так же сесть. Мэдмэнов это... Как они по-русски называют? Безумцы. Ну, Мэдмен с этим, с... Про рекламщиков в 50-е годы. Зализанных. Отличный сериал, обожаю его. Но его много нельзя, потому что ты начинаешь скисать. Пермский сайт. Пермский сайт. У меня Пермский скисло. Отличная отмаза, на самом деле. Я сегодня не приду в школу, у меня Пермский скисло. Осторожно, осторожно. Пермский скисло, да. Вот, попробуйте. Я думаю, вам понравится. Попробуйте Пермский скисший Пермский. Я вам понравился. Человек в высоком замке. Сериал говно. Спасибо, Flightroll. Двинемся дальше. Электроника. Ну, на самом деле, все. Тема дня. Тема дня. Электроник Арт заставит. На самом деле, хорошая, наверное, новость для вас. Вы теперь не сможете писать вот это. Это вообще очень позитивная новость в целом. Электроник Арт заставит блогеров сообщать о рекламных акциях издателя. Компания Электроник Арт объявила, что теперь требует от блогеров упоминать в своих роликах, если они сотрудничают с издателем. Авторы должны использовать специальные теги и встраивать в ролик логотип Электроник Арт. Компания Электроник Арт хочет вести абсолютно открытую политику в отношении видеоигровых блогеров и других медийных персон. Чтобы избежать недопониманий со стороны зрителей, авторы видео теперь должны указывать, что они сотрудничают с Электроник Арт. Заявление издателя основано на законодательстве США. Федеральная комиссия связи запрещает рекламировать продукты, выдавая себя за обычного потребителя, но получая приептанную компенсацию от издателя. Новые правила разделяются на две категории. Первая – поддержана Электроник Арт. Все медийные персоны, получившие бесплатную продукцию компании или доступ к пресс-конференции, должны об этом сообщать в своих материалах. Все публикации необходимо сопровождать тегом «supported by EA», а на видеоролик ставить соответствующий логотип. Вторая категория – реклама EA. Если компания платит блогеру за продвижение той или иной игры, он должен использовать тег «advert». «advertment» и специальный знак. Вот такие «supported by» и «advertment EA». Вместо изображений авторы могут добавлять в начале ролика аудиозапись с аналогичной информацией. «EA Sports». «It's a game». «Supported by EA». В июле 2016 года компания Warner Brothers обвинили в том, что ее рекламная кампания вводит игроков в заблуждение. Студия заплатила блогеру Феликсу Челбергу, известному под псевдонимом PewDiePie, за положительные отзывы об игре Middle Earth Shadow of Mordor. Но не сообщила об этом пользователям. И тут хэштег «EA». Но они «supported by». Самое забавное во всем этом то, что Middle Earth Shadow of Mordor вообще не нужна была никакая дополнительное финансовое вливание игроков. Да, да, да. Для того, чтобы... Но они немножко ссыкотно. Ну, да, немножко ссали Warner Brothers и за это поплатили. Совет – не ссыте. Далее. Безумно правильное начинание, потому что затрахали все люди, которые такие «И, ты проплачешь, мы купили материал, это видео снято по заказу, где у вас эти мадамы» и так далее. Ты ставишь плашку, все вопросы сняты. То есть, хочешь рассказать про Titanfall и рассказываешь хорошо, пишешь «Supported by EA». Меня свозили на EV. Да, да. Я поговорил с разработчиком, я поиграл, не знаю, мне толстовку дали. Но вот я купил финальную игру, возможно, мои впечатления от этого, от того, что я видел процесс разработки, они повлияют на мое восприятие. Мои впечатления от того, что я видел Dishonored в процессе разработки, сильно влияют на то, как я воспринимаю его сейчас. Я воспринимаю его как работа людей. И из-за этого впечатления могут измениться. Если ты такой весь из себя придирчивый и везде видишь заговор, и везде тебе кажутся иллюминаты вот эти вот, и везде тебе кажется, что журналистов засыпают бабосами, не смотри ролики вот с этой плашкой. А остальные будут смотреть, и все будет так. Больше того, за рубежом подобная схема уже активно развивается у всех. То есть, обстанавливаются, если проплачено, а прямо пишут, это реклама. У нас пока в России немногие ресурсы пользуются подобной штукой. Но я надеюсь, что будет больше таких штук. Да, я согласен. Но в смысле, чем больше прозрачности, тем лучше. Это честно. Времена подпольных ковровых бомбежек закончились. Причем, я готов, поспорить, это вообще никак не повлияет ни на просмотры, ни на продажи особые и так далее. Просто блашка, которая сообщает... Просто люди не любят лжи, все честно. Люди не любят, когда это молгут. А когда честно скажут, это реклама, нам заплатили. Не хотите смотреть, не смотрите. Но мы скажем, как надо сказать. Короче, я красавчик, и все надо так делать, и все большие молодцы, и няшечки. А скрытая реклама, все теперь нельзя, ну, скрытая, да, нельзя. Везде будет. Даже, я думаю, даже теперь на скрытой рекламе, просто вначале она будет скрытая, но в конце вам все равно типа выйдет плашка, что типа supported by, там, Electronic Arts или кто-то другой. Короче, мне кажется, это хорошо. Да, это в целом положительное явление. Электроники большие-большие-большие, молодцы. Ну, а мы, наверное, заканчиваем потихонечку. Да, мы потихонечку. Сегодня с нашим выпуском. Наша первость скисла. Тема дня, да, наша первость уже скисла. Большое спасибо, что были с нами этим утром. Обязательно возвращайтесь в понедельник. В 11 утра, как всегда, мы выйдем в эфир. Сегодня с вами были Павел Болоцкий. Захар Бочаров. Очень жаль, что на свече были проблемы. И не всем удалось насладиться выпуском в полной мере. Но, надеюсь, будет запись. Во-первых, во-вторых, что вам понравилось. Все, ребятки, всем спасибо. Всех любим. Всем пока. До понедельника. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!